Деньги любят счёт, деньги любят порядок. Эта житейская мудрость лишь частично отвечает на вопрос, что же такое финансовая грамотность. А где-то целая наука, во всех тонкостях которой разобраться самостоятельно невероятно сложно. Финансы – это тот случай, когда чем раньше начнёшь, тем быстрее поймёшь. А Центробанк, пожалуй, самое подходящее место, чтобы обновить свой багаж финансовых знаний. Порядка где-то 200 с лишним килограммов будет весить вот этот кубик с миллиардом денег, достоинством, номиналом 5000 рублей. Большую часть года здание отделения Банка России по КЧР закрыто для посещения обычными гражданами, которые не являются сотрудниками учреждения. День открытых дверей – тот редкий случай, когда одно из главных финансовых учреждений принимает гостей. Сегодня Банк России проводит общероссийский день открытых дверей. Для нас это возможность рассказать гостям о прошлом и настоящем. Финансовой системы, о современных цифровых технологиях, инфляционных процессах. Ну а для жителей Карачао-Черкесии это уникальный шанс побывать в здании территориального учреждения Банка России, проход в который для них в остальные дни, как правило, закрыт, узнать много нового, повысить свою финансовую грамотность. День открытых дверей проходит в 70 городах нашей страны. В день открытых дверей школьники, их родители, студенты и преподаватели могли выбрать активность по душе. Отделение Банка России в КЧР организовало для гостей экскурсии, интеллектуальные квизы, викторины с призами, познавательные, а главное полезные лекции о правилах кибербезопасности, о цифровых технологиях и об инфляции. Нам сегодня провели мастер-класс, как отличать настоящие деньги от фальшивых. Объяснили много интересного, показали, как выглядят миллиард рублей, 50 миллионов рублей и их разницу в размерах. Его очень полезно, очень интересно и познавательно. А еще гостям рассказали об истории Банка России, которая началась в 1860 году. А сегодня он является главным эмиссионом и денежно-кредитным регулятором страны, разрабатывающим и реализующим финансовую политику во взаимодействии с правительством России. Первый уровень – это сам Центральный банк Российской Федерации, по-другому он еще называется Банк России. Если где-то вы услышите разные наименования, это одно и то же. Второй уровень – это уже все остальные банки, коммерческие банки и кредитные организации. Хотя гостям было не обязательно посещать каждый пункт большой программы, все же возможность посетить отделение Центробанка выдается не каждый день. Поэтому большинство посетителей прошли по всем остановкам, что были для них организованы. А Кирилл Иваненко даже задумался, не связать ли ему будущую карьеру с финансами. Нам очень понравилась эта экскурсия. Там показали, как в сравнении выглядят разные суммы денег, показали, как отличить настоящие деньги от фальшивых. Провели небольшую, так сказать, мини-игру, где мы отличали настоящие деньги от фальшивых. Сейчас мы находимся в музее, где нам показывают, как выглядели деньги в Советском Союзе, в Российской империи. И как выглядят деньги сейчас. Скажите, было полезно и интересно? Да, эта экскурсия мне показалась очень интересной, полезной. Мне понравилась. День открытых дверей – это часть большой работы, которую осуществляет Банк России. Территориальное подразделение Центробанка в КЧР проводит мероприятия для всех категорий граждан. Это уроки по финансовой грамотности для школьников, студентов и пожилых людей. Кроме того, регулярно проводится профилактическое информирование населения о новых угрозах со стороны кибермошенников и способах противодействия им. Веслан Туаршев, Далиль Мерзар, ХИС-24